МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новости нашего города в студии Татьяна Заозерная. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о некоторых темах. 300 тысяч на раскрутку. Губернатор Ямала подписал постановление о распределении субсидий на господдержку малого и среднего бизнеса. Общественные проводы в армию. В Муравленко прошел вечер, посвященный Дню призывника. И рок-фестиваль «Муравейник» в Ноябрьске завершился массовой дракой. Россия поднялась на 92-ю строчку во всемирном рейтинге развития бизнеса, который ежегодно составляет Всемирный банк и Международная финансовая корпорация. Его опубликовали сегодня. Ближайшими соседями нашей страны оказались Барбадос и Сербия. В минувшем году Россия занимала в рейтинге благоприятности деловой среды 112 место. Таким образом, за год наша страна поднялась на 19 позиций и вошла в тройку стран, продемонстрировавших наибольшие темпы улучшения условий для успешного ведения бизнеса. Возглавляет рейтинг Сингапур, к слову, уже восьмой год подряд. Также в первую пятерку, как и в прошлом году, вошли Гонконг, Новая Зеландия, США и Дания. На последнем, 189-м месте оказался Чад. На предпоследнем – Центральная Африканская Республика. Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин подписал постановление о распределении субсидий на господдержку малого и среднего бизнеса. На эти цели с федерального бюджета направлено почти 5 миллионов рублей. Деньги распределяют между городами региона. Так Губкинский получит полтора миллиона. Ноябрьск – миллион. Окружная столица – 500 тысяч. Уже определено, что деньги пойдут на компенсацию затрат по лизингу оборудования. Часть средств бюджета направят на гранты для начинающих бизнесменов. Например, в Лабытнанге за открытие собственного дела можно получить 600 тысяч рублей. В Салихарде – полмиллиона. В Муравленко и Красноселькубском районе начинающие предприниматели могут рассчитывать на 300 тысяч рублей. Почти треть ямальских работников зарабатывают более 75 тысяч рублей в месяц. А у полпроцента жителей округа доход менее 9 тысяч. Для сравнения, на Камчатке столь низкий показатель у одного из тысячи человек. Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг неравенства зарплат в российских регионах. Коэффициент неравенства в среднем по России составляет около 40%. На Ямале он чуть более 33%. Самые большие различия в доходах богатых и бедных эксперты фиксируют в Дагестане, Чечне, Тыве, Забайкальском крае и Москве. Добавлю, согласно данным исследователей, среднестатистический заработок в нашем округе составляет 52 тысячи 400 рублей. И по этому показателю Ямал по-прежнему впереди всей страны. Работникам образовательных учреждений Ямала будет выплачиваться пособие при назначении трудовой пенсии по старости. Размер единовременного пособия установлен в размере 10 должностных окладов, но не более 50 тысяч рублей. Постановление об этом подписал губернатор округа. Документ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 года. 180 миллионов рублей потратили в Муравленко на ремонт дорог, строительство тротуаров, озеленение и детские игровые комплексы. В администрации города подвели итоги работы по летней кампании по благоустройству. Одна из главных позиций программы благоустройства города – ремонт уличнодорожной сети. На него в этом году выделили 30 миллионов рублей. За лето заделали швы на объездной дороге в районе второй школы. Провели частичный капитальный ремонт на двух подъездах к городу. Появились новые пешеходные переходы, остановочные комплексы, 9 новых тротуаров. Кроме того, дополнительно депутаты выделили из городского бюджета еще около 6 миллионов рублей на капитальный ремонт улицы 70 лет октября. В 23 дворах установлены новые детские игровые комплексы и 4 площадки для занятий воркаута. По соглашению сотрудничества компания Сибур передала муниципалитету 12 миллионов рублей. Была встреча с ребятами из молодой гвардии «Единая Россия», то есть инициативная группа, которая занимается и популяризует вот это движение, так называемое воркаут, то есть занятия на тренажерах, на свежем воздухе, и места расположения, и комплектация, и, скажем так, технические параметры, это было отдано науку ребятам. То есть они сами определили, в каком микрорайоне поставить, какой перечень гимнастических снарядов. Все согласовали. Потом это было отыгран муниципальный контракт. В принципе, сейчас уже все изготовление завершилось. То есть я думаю, уверен, что когда у нас потеплеет на следующий год, это будет такое популярное место для ребят. Более подробно о программе благоустройства в рубрике «Актуальное интервью». Одна из позиций благоустройства – это вот приведение жилищного фонда в соответствующий вид, подготовка его к зиме. В этом плане удалось ли выполнить ту программу капитального ремонта, которую заявляли наши управляющие компании, и может что-то делается и до сих пор? Общая сумма у нас финансирования по программе капитального ремонта многоквартирных домов составила порядка 30 миллионов рублей. Там часть, где-то около 22 миллионов – это средства окружного бюджета, остальное – это средства местного бюджета. Было у нас отремонтировано капитально 10 домов. То есть это ремонт утепления цоколя, основные такие работы – ремонт утепления фасада, крыши. В принципе, все запланированные работы выполнены. На данный момент уже они выполнены. То есть управляющие компании, подрядчики, все работы действительно закончили. Сумма как бы… ну, мне трудно ее оценить. Сказать честно, первоначально мы заявлялись на гораздо большую сумму, и документы были подготовлены. То есть там проблема не в том, что мы не заявились, но уже на уровне округа, когда было распределение финансирования, такая сумма была, скажем так, зарезервирована за нашим муниципалитетом. Она полностью вся освоена, работы выполнены. Здесь как бы проблем я не вижу. Скажите, планируется ли еще вот до конца года сдача какого-то жилого дома и начать туда заселение? Да, планируется, что у нас будут сдаваться еще два дома. Заселение в этом году, я думаю, что мы уже запланировано не будет. То есть последний объект это был Школьная 3. Вот в него сейчас идет активное заселение действительно из общежития на улице Молодежной, из других очередников, других домов в деревянном исполнении. По сдаче только вот мы ожидаем. Но опять же, мы здесь являемся, чтобы как бы расставить уже точки над «и», мы здесь являемся в некотором роде, мы это муниципалитет, в некотором роде такими стороной немножко наблюдателями, потому что заказчик жилищного строительства – это фонд жилищного строительства ЕНАО. Соответственно, он отрабатывает с подрядчиками, со строительными компаниями вот эту всю процедуру строительства, сдачи домов. Конечно, мы ожидаем, и это прямо для нас, это как можно больше сдачи домов. Это, конечно, как манная небесная, чтобы людей переселить с фонда, с аварийного фонда, соответственно, чтобы запустить процесс уже сноса этих домов, освобождения земельных участков и передачи их дальше под дальнейшее строительство новых домов в рамках программы переселения светового аварийного. Поэтому здесь наша заинтересованность, безусловно, огромная. Ну, есть факторы, которые от муниципалитета не зависят. Детский сад Непоседы. На каком этапе сейчас там идутся работы? По детскому саду Непоседы работы полностью закончены. Значит, сегодня мной был подписан ввод в эксплуатацию этого объекта. То есть сейчас начинаются процедуры документальной передачи от подрядчика компании «Обстрой» заказчиком. То есть мы сейчас будем ожидать, когда документально этот детский сад будет передан муниципалитету для того, чтобы вводить его в эксплуатацию и, соответственно, запускать туда детишек. Ну, это порядка еще месяца, наверное, продлится. Вот это плечо передачи документов. Это очень оптимистичная оценка. Вот лучше пусть я окажусь пессимистом, да, но я оцениваю, значит, сроки передачи документальные. Ну, где-то, наверное, в районе трех месяцев. Видим, да, что оживление в районе парка. Строители там что-то делают. Вот озвучьте, что это за объект там планируется. Там планируется у нас возведение ледового дворца. Подрядчик компании «Магнум» уже начала подготовительные работы по расчистке земельного участка. То есть у нас, можно сказать, сдвинулось все с мертвой точки, что, конечно, нас очень радует. Еще один такой серьезный спортивный объект – ледовый корт с трибунами. То есть такое хорошее сооружение, интересное будет. Что касается коммунального комплекса, в частности, перекладки сетей тепловодоснабжения за летний период, удалось ли нашей ресурсоснабжающей компании, филиалу «Тепло» справиться с поставленной задачей? Да, компания, филиал «Ямал Коммунэнерго» в городе Муравленко «Тепло» выполнила работы, которые были запланированы и изначально согласованы, в том числе на уровне округа, по переукладке сетей ТВС. То есть эти работы выполнены, паспорт готовности к зиме городом был получен, причем одним из первых муниципальных образований на «Ямале». Здесь проблем я не вижу. А что касается дополнительного, сейчас уже, скажем так, на завершающей стадии находятся работы по переукладке сетей ТВС. Но это, опять же, не в рамках подготовки, еще раз подчеркну, к зимнему периоду. Это в рамках проекта реконструкции инженерных сетей в нашем 12-м микрорайоне. Там уже на завершающей прямой идет укладка сетей ТВС. Плюс дополнительно там будет произведена модернизация центральной тепловой подстанции, которая обслуживает именно этот микрорайон. Что касается вывозки твердых бытовых отходов, помните, мы с вами ездили по объектам, которые планировались к благоустройству, и тогда вы озвучили, что будет контейнеровоз и специальные баки, можно сказать, и шрёдер. Вот в этом плане что удалось достичь? Уже закуплена у нас сейчас часть техники, уже закуплена. Контракт на поставку бункеров и так называемых евроконтейнеров уже заключен. Заключен контракт на поставку так называемого демеркуризатора, то есть это для утилизации таких опасных, скажем так, бытовых отходов. Сейчас заключается договор на поставку именно шрёдера. Мы рассчитываем еще, скажем так, отрабатываем с окружными властями получить еще. Мы закупили мусоровоз, сейчас отрабатываем уже по закупке бункеровоза. Я надеюсь, что мы успеем, и весь комплекс мы получим, и на следующий год запустим его в работу. Здесь как бы всё идёт своим чередом. Спасибо. Полицейские Муравленко в районе посёлка Сосновый Бор обнаружили труп 30-летнего мужчины. Несколько дней назад по поводу исчезновения молодого человека заявление в дежурную часть подала его мать, жительница города. В ходе проведения оперативно-разведных и поисковых мероприятий сотрудниками полиции в лесном массиве посёлка Сосновый Бор города Муравленко был обнаружен труп разыскаема, который по всем признакам покончил же самоубийством через повешение. В настоящее время по данному факту следственным комитетом города Муравленко проводится проверка. В Муравленко отметили день призывника. Правда, официальная дата этого праздника в России 15 ноября. Но в нашем городе уже по традиции торжественный вечер провели заранее, чтобы успеть поздравить всех новобранцев до отправки в армию. Вместе с призывниками выслушал слова напутствия и наш корреспондент Евгений Дегтяренко. Всероссийскому дню призывника уже более 10 лет. Муравленко его отмечают по-особому, а главное заранее. Новобранцам, говоря слова напутствия, дарят подарки. В этот раз будущие солдаты и их родители собрались в актовом зале второй школы. Муравленковский военком Леон Головач называет мероприятие общественными проводами в армию. Сегодня мы пришли сюда, чтобы напутствовать наших ребят, сказать им добрые слова, потому что у нас хорошие корни, у нас хорошие ребята, у нас есть чем гордиться. И я думаю, что у наших ребят служили и прадеды, и деды, отцы. В начале ноября призывная комиссия начнет свою работу и определить тех, кто в ближайшие два месяца отправится служить России. Но уже сейчас известно, что из Муравленко воинской части страны поедут более 120 молодых людей. Многие из них сегодня в зале. Вы наши любимые дети, которые выходите из семьи нежные, спокойные, ласковые, придете оттуда настоящими мужчинами. Хочу сказать, что пожелать вам, чтобы вы никогда не молодушничали, чтобы сила духа и воли присутствовала в вас. Мерилом того, как мы должны служить, будет наша совесть. Вспоминать, что и родители ждут от нас хороших вестей, и Лен Иванович, и все, кто провожает нас. Весь город, в общем-то, стоит за нами. Уже на следующей неделе в армию отправятся первые призывники, а пока оставшиеся до отправки время юноши будут подсчитывать по новым наручным часам с символикой родного Муравленко – традиционным подарком города каждому будущему воину. Евгений Дегтяренко, новости нашего города. Городской фестиваль рок-музыки «Муравейник» уже 13 лет подряд собирает на одной сцене талантливых музыкантов. Этот год не стал исключением. В нем приняли участие коллективы из Муравленко, Губкинского и Ноябрьска. Послушал тяжелый гитарный риф и оценил авангардные тексты и наш корреспондент. Кирилл Мигель, ему слово. Идет охота на ведьм, мы никуда не едем. Открыла рок-фестиваль группа «Сумерки». Коллектив известный в Ноябрьске, их песни тоже. Уже после первых аккордов фанаты начинают подпевать с любимым исполнителем. Даже спустя полчаса поклонники не хотели отпускать музыкантов со сцены. Друзья, надо громче, громче, наверное, приезжать. Участники группы сетуют. В предыдущие годы качество звука на фестивале было плохим, но в этот раз акустика их приятно порадовала. Молодежный центр, где проходит рук Муравейник, на сто процентов заменил концертное оборудование. Прошло все отлично. Первый раз. Первый раз такая прям в обликах. Встретили прям отлично. Играли первыми и не пожалели. На сцене уже другие участники фестиваля. Разгоряченная публика не может устоять на месте. Их реакция восхищения выражена в так называемом танце «Мош», а также в энергичном хендбендинге у сцены. В то время как бывалые музыканты радуют своих фанатов, новички фестиваля группы «Сейнт Игл» из Губкинского проводят генеральную репетицию в гримерке. Скоро ее выход. В этом году в рок-фестивале участвовали семь коллективов из Ноябрьска, Муравленка и Губкинского. Организаторы планируют придать фестивалю статус официального окружного конкурса. Кирилл Мигель, Елена Жаркова, Александр Иванов. Новости нашего города. В тот же вечер в социальных сетях появились комментарии участников фестиваля о массовой потасовке. Очевидцы утверждают, что после концерта около молодежного центра рок-музыкантов ожидали представители других субкультур. В результате завязалась драка. Что я могу сказать о сегодняшнем вечере? Нам его просто испоганили. Пять-шесть человек были избиты. Куда смотрит охрана? Почему? Никто ничего не делал, а стояли и смотрели, когда я лично орал охранникам «Вот они, чего вы стоите». На меня просто стояли и смотрели. Это пока ты еще был пятым-шестым, а потом еще много народа было побито. Увы, ничего вчера не видел. Я уехал в больницу, но, судя по отзывам, такие дела оставлять нельзя. Прошу в дальнейшем принимать меры по усмирению данных толп. Они и раньше пытались мешать нам, но до такого никогда не доходило. И это все, о чем мы успели вам сегодня рассказать. Через несколько секунд прогноз погоды на завтра. А я желаю вам всего доброго. До свидания. Зима наполняет мир красотой. Но порой за поворотом она прячет неожиданные сюрпризы. Какой бы ни была зимняя дорога, волшебный или непредсказуемый, вы спокойны за близких, когда впереди надежный ориентир. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вас ждут качественное топливо и теплый прием. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир на зимней дороге. 30 октября в Салихарде минус один, ветер северо-восточный до семи метров в секунду. В Ноябрьске около ноля, ветер юго-западный до пяти метров в секунду. В Муравленко 30 октября плюс один, ветер юго-западный до пяти метров в секунду.